Лизбет Лизбет Здравствуйте Вы Фрэк Лизбет Баклер? Да Я Эльна Бинге Здравствуйте Вы Долго ждали? Да нет, всего несколько минут Автобуса тут не дождешься А когда он наконец приходит, то Все равно из-за него на полминуты опоздаешь Не хотите ли сесть на диван? Нет Мне лучше здесь Я люблю Смотреть на собеседника Хотите выпить? Нет, спасибо Я выпью чашку чая Сегодня немного холодно Вы не обращайте на меня внимания Ау Дайте мне чашку чая с лимоном Одну минуту, Фрубинге А вы? Что вы хотите? Пожалуй, я тоже выпью чашку чая Что-то действительно холодно Два чая с лимоном Есть И будьте добры Вытрахните пепель Прослушаюсь О Вы Много курите Фрокенбаке Да, с сигаретой как-то веселее Да Одни Курят Когда нервничают Другие Болтают Я, например, болтаю Это и дешевле И эффект тот же А я не нервничаю Фрубингой О Значит, вы Гораздо умнее меня Я-то ведь Нервничаю Но борюсь с этим болтовнёй Вы молодые Такие практичные Это Большое преимущество Да Вы так думаете? Хотите сигарету? О, нет Спасибо Вы? Нет Пожалуйста Нет Сначала Вы Фрубинге Я хотела сказать Я надеюсь, что вы не очень на меня сердитесь А почему бы мне сердиться на вас? Я же вас совсем не знаю Ну, это очень неприятно Излишне неприятно, по-моему Но Арвид, ваш муж, хотел, чтобы мы обязательно встретились Ах, вот как? Да, он считает, что мы обязаны это сделать по отношению к вам Ага Ваш муж джентльмен фрубинге Да, конечно Ну, где же, я чуть бы не сказала, грешник? Не понимаю Он должен был быть здесь в 6 часов Ну, он вот-вот будет Я знаю, это Арвидовское, вот-вот Это может быть и час, и два, в зависимости от настроения Ну, меня он не заставлял ждать Нет Конечно, вы Это совсем другое дело А, вот и чай Пожалуйста, прошу вас Спасибо, Хаук Спасибо А вы здесь давно не были в фрубинге Плохие времена для писателей Женам приходится сидеть дома Да, но мой муж по-прежнему здесь постоянный гость Да, ваш муж Я на всякий случай принёс вам сливки фрубинге Спасибо, вы ангел Благодарю вас, фрубинге Я вижу, вас здесь хорошо знают? Здесь? О, да Мы с мужем сидим за этим столиком с тех пор, как поженились Как, за этим столиком? Насколько я понимаю, теперь вы заняли это место Забавные люди, эти мужчины Сменить жену, они могут Но сменить столик в кафе? Нет, это невозможно Я понимаю, что вам горько Ведь это всё-таки Ну, всё-таки Вы хотите сказать Удар? Вот, да К сожалению, так иногда случается Ну, если дело идёт о счастье человека То, во всяком случае, нужно проявить широту взглядов, конечно Правда, я знала, что вы поймёте Я это сказала и Арведу Хотя старшее поколение во многом и ограничено, и эгоистично Да? Нет, ну я говорю в общем и в целом А я думаю, что таково большинство поколений Я уверена, что твоя жена поймёт нас, сказала я Арведу Ведь жизнь с художником в течение многих лет неизбежно приводит к более, ну, к более широкому взгляду на жизнь Да, говорят, да Вот, и если мужчина и женщина поистине нашли друг друга, то иного пути нет Нет, остаётся только немедленный прыжок в эту жизнь Вы странно выражаетесь, а ведь я обдумывала этот вопрос со всех сторон Считали на пуговицах, да? Нет, да, нет, да, нет Не совсем, но... Ну, и что же сказала последняя пуговица? Последняя пуговица? В общем, я всё время говорила Арведу Мы должны по возможности облегчить положение твоей жены Мы должны учесть всё, что можем по отношению к ней Надеюсь... Что? Что вы стараетесь облегчить моё положение Ведь это же не моя выдумка Выдумка Вы выражаетесь немного... Ну, если вы не можете дать вашему мужу того, что ему нужно Ни в искусстве, ни... Вообще Милая Фракенбаке Вы хотите выйти замуж за моего мужа, не правда ли? Давайте перейдём к делу Ни одна душа не помешает вам в этом Как? Нет Я пришла сюда просто для того, чтобы договориться с вами обоими О некоторых практических вещах Чтобы с самого начала всё было ясно Вот это очень мило с вашей стороны Мы с Арвидом женаты почти 20 лет И небольшая перемена Это только на пользу Да, разумеется Но почему он не идёт? Ну почему он не идёт? Насколько я знаю своего мужа Он сидит сейчас в баре и подкрепляется коньяком с сельтерской Он-то ведь знает, что мы тут в кафе Ну и пусть его Хуже всего ему самому Что вы хотите этим сказать? Милочка Подумайте о том, как он будет страдать от угрызений совести Ну, моя совесть чиста как снег, конечно Вы следуете голосу сердца Да Бедняга Арвид тоже следует голосу сердца Фрутименген Да, бедняга Вот этот и на него так И действует Сидит сейчас, наверное, в баре и пытается настроить сердце на один лад с бюджетом С бюджетом? Я ведь так ограничена и эгоистична, что собираюсь выторговать всё, что смогу. И милый Арвид это прекрасно знает. Фру Винга, я не сомневаюсь, что ваш муж отдаст вам всё, что вам полагается. Можете не беспокоиться. А я и не беспокоюсь. Ему просто придётся это сделать. Иначе... Ну, вот и он. Здравствуй, Эльна. Ну, наконец-то ты не торопишься. Здравствуй, Эльна. Боже милостивый, как долго тебя не было, Арвид. Я прождала целую вечность. Да я... Слушайте, вы сидите тут и пьёте чай. Не хотите ничего другого? Нет. Нам всем троим нужно начинать экономить. Начинай и ты пить чай. И чем раньше, тем лучше. А вот я с удовольствием выпью мартини. Хаук. Мартини этой молодой даме, а мне коньяк секторский. Одну минуту. Так. А ты что, ты ничего не хочешь, Эльна? Нет, спасибо. Арвид, мы побеседовали с Фру Винга. Да. Фрекенбак ввела меня в курс дела, Арвид. Да, а... Поэтому мы можем сразу же перейти к делу. Когда вы собираетесь пожениться? Ну, дело в том... Нет, мы, конечно, собирались пожениться как можно скорее. Не правда ли, Арвид? Да, да, да. Вот. Так что всё зависит от вас, Фру Винга. У-у-у. За мной дело не станет. А не постараться ли мне ускорить всё это дело, Арвид? И не думай. Ну, и не думай. Ну, как хочешь. Теперь о квартире. Вы её возьмёте? Нет, это нам не подходит. Мы думали... Да, конечно, детей мы разделим. Вы возьмёте мальчиков, а я Марьяну. Так будет лучше всего? Практично. Извините, Фру Винга, извините. Но мы с Арвидом, может быть, уедем за границу. Да, вот за границу. Нет, с этим придётся подождать. Значит, вы берёте мебель и квартиру, а я получу за это соответствующую сумму денег, чтобы можно было снять маленькую современную квартирку для нас с Марьяной. Конечно. Я всю жизнь мечтала о такой квартирке. Я позвоню сегодня вечером Андресу и попрошу мне помочь. Он, конечно, поможет, узнав, в чём дело. Не правда ли, Арвид? Ну, звоните Андресу, это чепуха. А не вмешивай его, пожалуйста. Спасибо, Хаук. Нет, Андреса оставь в покое. Это глупая затея. Да, и потом, ну зачем же вам разорять свой дом, Фру Винга? Вы и дети должны быть вместе, это ясно. И было бы просто, ну, не знаю, бессердечно отнять у вас детей. Да нет же. Арвид заберёт своих сыновей. Они уже такие большие и такие грубияны, им без отца нельзя. Конечно. А если ты действительно сможешь поехать за границу, Арвид, в чём я сомневаюсь, возьми их с собой. Они как раз в таком возрасте, когда новые впечатления очень полезны. Старомодные квартиры с тяжёлой мебелью мне не подходят. У меня очень славная квартира от Ильи, но, к сожалению, там ведь нет места для детей. Да, да. Нет места? Так откажитесь от неё. Что? А теперь о мебели. Она действительно старовата, в плохом состоянии, но я полагаю, что Фрэйтенбаке слегка подновит её. О, я предлагаю большую часть продать с аукциона. Нет-нет-нет, конечно, кроме медного столика. Я тебе его сразу же пришлю. Арвид, какой медный столик? Медный... Ну, Арвиду подарила его когда-то по уши влюблённая в него девушка. Да, да. И у него не было сил с ним расстаться. Ежедневно, когда он дома, он пьёт кофе за этим столиком. Это одна из тех дурацких вещей, которые приходится непрестанно чистить. Я ненавижу этот стол. Но вынуждена была смотреть на него все эти 18 лет. Боже, какая нелепая история. И вы с этим смирились. Пришлось. Арвид сентиментален и суеверен, как все художники. О, наш дом полон невероятных вещей, которые он получил от поклонников и поклонниц в разные годы. И с некоторыми из них он просто не может расстаться. Например, с негром. С кем? Нет, ты, конечно, можешь оставить его себе. Что, негра? Нет, да нет. Не живого. Он вырезан из дерева. Ой, я терпела его в течение всего моего брака. Но теперь, слава богу, больше не буду его видеть. Это что, это что, скульптура? Я не знаю, как его назвать, Арвид. Да нет, не скульптура. Скорее, добротно выпиленная лобзиком вещь. Лобзиком? Лобзиком, да. Преподаватель ручного труда в школе в Аскими прислал Арвиду, этого негра, благодарность за его первую книгу. Для Арвида это как бы символ первого одобрения читателя. Символ? Этого писатели никогда не забывают. Правда, он так ужасен, что может и мертвеца испугать, как говорят в Бергене. И по-вашему, значит, вот я должна его взять, да? Нет, 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 не только его, Арвида тоже. А он не может отказаться от своего негра. А может быть, сможешь? Ну, Арвид, откажешь. Исключается. Негр и я одно целое, вот так-то. Кроме того, он очень полезен, очень удобен для шляп, зонтов и тому подобных вещей. Есть даже люди, которые считают его красивым, вернее, трогательным. Ну, это что, это что, вешалка? Нет. Смешно. Мне было бы неловко иметь такую вещь в доме. Арвид, знаешь, что он... Лизберт, я не могу обойтись без негра, пойми. Мне необходимо видеть его ежедневно. Он приносит мне счастье, понимаешь, положительные лицензии, многое другое. Становится так хорошо, так спокойно. Так уютно, когда этот старый негр стоит в передней. Пойми, у нас не будет передней. У нас же квартира ателье. А в передней или ателье, это всё равно. Негра я пришлю завтра. А вы уж договоритесь, куда его поставить. Ой, Арвид, Арвид. Я забыла самое главное. Кресло к письменному столу. Да-да, кресло к письменному столу. Вот именно, чёрт возьми. Кресло к письменному столу? Да-да-да. Оно одно стоит почти всего развода. Как? Ну как, попробую вам его описать. Так, значит, все писатели творят, сидя на определённом стуле или в определённом кресле. Неужели? Как? Разве вы этого не знали? Вам придётся ещё многому учиться, Фрэккен. Так вот, обычно они ужасно неудобны. Я говорю о стульях. А кресло Арвида не исключение. Оно в стиле саг. Именно. В стиле саг? Ну да. Вы знаете, стиль начала века. Когда на стенах висели вышитые флаги и тому подобное. Тогда сиденья вышивали крестиком в коричневых тонах. А на подлокотниках красовались головы драконов. Что? Головы драконов и коричневая вышивка крестиком? Да-да-да. Я вас очень хорошо понимаю. Но это святыня для Арвида. Его мать вышивала сиденья, когда он был маленьким мальчиком. Она была уверена в том, что да, что он станет писателем. И, насколько я знаю, в каждом крестике заключена её гордая мечта о его будущем. Арвид обожает это кресло. Не правда ли? Да, ещё бы. Такого кресла больше не найдёшь. Я никогда не забуду, когда нам пришлось отправить его к столяру, чтобы поставить новые ножки. Кресла не было два месяца. И как раз в это время Арвид заканчивал роман, который несколько лет назад так ужасно раскритиковали. Послушай, Альна, я всё-таки... Он просто-напросто не может писать, если не сидит в кресле моей свекрови. Даже я это поняла. И примирилась с этим. И вам придётся сделать то же самое. Это безумие! Я не хочу видеть этот хлам, поймите. Арвид, ну необходимо, наконец, нести ясность в это дело. Медный столик, негры, кресло с драконами. Ты жил в кабинете ужасов, Арвид. О, вы это очень верно подметили, Фрэкенбаке. Часто и мне так казалось. Но вот вопрос. Можешь ли ты, Арвид, обойтись без кресла твоей матери? Арвид. Выдержишь ли ты? Нет. Я и строчки не напишу без драконов. Лизбет, вдохновение сразу покинет меня. Всё пойдёт в корзину. Подумай только. Мы сидим здесь и припираемся за таких пустяков, как кресло и стол. Я просто представить себе не могла. Пустяки? Фрэкенбаке. Разве вы не знаете, что художник находится в зависимости от среды и атмосферы? Вы меня не проведёте. Вы хотите навязать мне ваше отвратительное старьё и выманить у Арвида деньги на новую мебель. Вы с вашей атмосферой. Нет, нет, Лизбет, нет. Атмосфера – дело серьёзное. Уверяю тебя, я становлюсь беспомощным ребёнком без медного столика, драконов, без негра. Я не могу написать и слово, если их нет около меня. Они должны быть рядом. Ничего не поделаешь. Не знаю, Арвид. Раньше ты ни словом не обмолвился об этих вещах. Я и понятия не имела, что ты так привязан к определённому месту, что ты так консервативен, так зависишь от этого идиотского медного столика. Медь – очень красивый и крепкий материал. В старые времена она считалась лучшим материалом для кофейных столиков. Кофе никогда не бывает таким вкусным, как на столике из... Арвид, я говорю серьёзно. Я тоже. Если я 20 лет пил кофе на медном столике, то, чёрт меня побери, буду это делать ещё 20 лет. Точка. Но я не буду. К счастью, это меня не касается. Вам придётся договориться. А если вы не хотите брать столик, то я с наслаждением, собственноручно, выкину его с балкона кухни, как только подъедет грузовик, собирающий мусор. Это бы выбросить чудесный столик с кухонного балкона. Ты что, с ума сошла? Ты можешь всю квартиру побросать с кухонного балкона. Не горячись, так не горячись. Прекенбак и, наверное, уступит, когда всё обдумает. Точь-в-точь, как я в своё время. Да никогда. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы загромождать нашу квартиру старым хламом, которым тебя наградили старые поклонники, старые свекрови. Никогда. Речь идёт о моей свекрови, матери Арвида. Это некоторая разница. Да, это верно. Но ты никогда не говорил мне о ней, Арвид? Она что, жива? Что вы говорите? Что значит жива? Ну, она с одной стороны. Арвид, что ты? Ты никогда не говорил о своей матери? Никогда. О, тогда вас ждёт приятный сюрприз. Жива ли она? Да. О, жива-живёхонька. Она очень живая и энергичная дама. Она делит своё время между своими двумя сыновьями. Ага, да. Делит своё время? О, свекровь – это находка. Она знает всё о привычках Арвида, всё с тех пор, как он появился на свет. Назовёт вам точный день, когда он впервые надел длинные брюки, расскажет, как нужно гладить и складывать его рубашки, как готовить ему блинчики, расскажет обо всём. Она прекрасный кулинар. Обожает вести хозяйство и к тому же располагает масса и времени. Арвид, ты, кажется, улыбаешься. Я? Ну что ты? Нет, нет. И ни одним словом не возражаешь. Неужели это правда? Неужели это возможно? Вот, вот. Я сказала то же самое, когда свекровь пришла к нам в первый раз. Неужели это возможно? Сказала я. Тогда она увлекалась пуделями. Помнишь, Арвид? Пуделями? Конечно, это были пудели. Да, да, да. Или, подожди. Да, 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 пудели. А, эти пудели. Они были такие чудесные. Слушай, сколько рюма к коньяку ты выпил до того, как пришёл сюда, Арвид? Лидер, мы говорим не о коньяке. Мы говорим о пуделях. Большая разница между коньяком и пуделем. Один начинается на К, другой на П. Ну, да. Да, мы говорим о пуделях. Пуделях. Арвид. Тогда в первый раз твоя мать принесла четырёх маленьких чёрных щенков. Я, правда, была немножко удивлена, потому что я ещё не знала тогда, как твоя мать любит животных. Боже мой, четырёх маленьких чёрных? Чёрных, да. Боже мой, боже мой, как это было давно. Мы только что поженились. Жили на пятом этаже, без лифта, и места у нас было мало. Но когда ты молод, влюблён и лёгок на ногу, всё идёт, как по маслу. Ваша свекровь принесла вам четырёх пуделей? Вот именно. Четырёх прелестных маленьких пуделей, только что подстриженных, прекрасных маленьких львят. Да, да, было немножко трудно, потому что она вбила себе в голову, что каждый из них требует особого индивидуального подхода. Я должна была их прогуливать по одному утром и вечером, чтобы они не ревновали меня друг к другу. Ну, у Арвида, конечно, никогда не было на это времени. Четыре маленьких, чёрных. Какой извращённый вкус. Извращённый вкус? А разве любить живых пуделей хуже, чем вешать себе на шею мёртвую лисицу? За примером ходить далеко не приходится. Спасибо, очень милость твоя Стану. А, ну, дорогие мои, вы уже ссоритесь. Да нет. Но при более близком знакомстве пудели оказались очаровательными. У нас был просто семейный траур, когда они скончались. Да, это был грустный день похорон. Да, свекровь, к счастью, утешилась попугайчиками. Кем попугайчиками? Я никогда не забуду, когда она пришла к нам с двумя огромными клетками. Правда, хлопот с ними было много. Они носились по комнате, хлопали крыльями и кричали целые дни напролёт. Помнишь? Да. Они были такие впечатлительные. Но самое ужасное, что свекровь укладывала нас спать в течение четырёх месяцев восемь часов, чтобы птичкам было спокойно. Ну, вообще-то, это шло нам на пользу. Да, что? Четырёх месяцев? Ваша свекровь жила у вас четыре месяца? Миночка, это было так приятно. Вы это тоже узнаете? Я. К тому же попугайчики жили недолго. А потом... Да, да. А что было потом? Ну, после попугайчиков, после попугайчиков... Ах, да. У нас было два тихих, спокойных года, когда она увлеклась золотыми рыбками. Золотыми рыбками, да. Да, да. Это были мирные годы, прекрасные, тихие зверушки, такие мохнатенькие. То есть, я хочу сказать, рыбки, рыбки. Золотые рыбки. Золотые рыбки. Сидишь, смотришь на эти медлительные, молчаливые существа, как они скользят по аквариуму, не издавая ни звука, никого не беспокоя. И ты знаешь, Лизбет, нервы у тебя успокаиваются. Что ты говоришь? Вообще-то, это идея. Эльна, не купить ли нам маленький аквариум? То есть, видишь, Лизбет, я хотел сказать, что золотые рыбки были оазисом в нашей жизни. Да, но ты помнишь, что кончилось это плохо? Очень плохо. А как? Как неужели ты не помнишь? Нет. Ну, это же был такой ужас. Ну, когда Ханс решил провести с ними опыт в ванной и забыл закрыть отверстие затычкой. Этот мальчишка всегда что-нибудь выдумывал. Подумал только, забыть закрыть отверстие в ванной. А когда я пришла домой, свекровь звонила в управление дорожного и водного транспорта. Она требовала, чтобы на улице открыли сточную трубу и спасли её рыбок. Она любила этих рыбок, как своих детей. Ну, ну, а тут реально преувеличиваешь. Хотя, в общем, это где-то недалеко от истины. Да, это был удивительный день. А помнишь... Ты меня извини, Арбит. О, прости, Лизбет. Я совершенно забыл, что... Ты не хочешь что-нибудь выпить? Наверное, скучно всё это слушать. Но, понимаешь, воспоминания, опросы... Я понимаю, но ведь мы собрались, чтобы обсудить практические вопросы. И разве все эти идиотские истории имеют к нам хоть какое-то отношение? Нет, к вам, к Рогенбаке. Они имеют прямое отношение. Я хотела только, чтобы вы получили некоторое представление о матери Арвида. Это вам будет очень полезно. Спасибо, не думаю. Я не собираюсь держать пансионат для свекрови. И мать Арвида, наверное, это поймёт, когда я с ней поговорю. Хотелось бы мне быть мушкой, сидящей на стене и слушающей, как вы говорите, это матери Арвида. Ну, она же не кусается. А вы были слишком пугливой и уступчивой, Фрувинге. Так ничего не добьёшься. Понимаю. Ты не сообщил, Фрэккенбак, а... О чём? Сообщил. Знаешь, о чём? Нет, видишь, я... Мне неприятно говорить, это самой Арвид. Но она должна знать. Что? Да может быть, конечно... Может быть. Хорошо, хорошо. Выложим карты на стол. Мы ведь терпели свекровь в доме в течение всех этих лет вовсе не ради своего удовольствия. Она наш экономический фундамент. Экономический фундамент. Уже не так наивно, чтобы думать, что человек может прокормить жену и детей писанием книг. Нет, Эльна, выражайся, поосторожнее всё-таки. Мать Арвида очень много платит за себя и за своих животных, когда живёт у нас. Так, так, так. Ты зависишь от своей матери в вопросе о деньгах, Арвид. Это в твоём возрасте? Да, да, но дело в том, что... Дело в том, что у свекрови очень оригинальное отношение к животным. Она утверждает, что они тоже люди. Поэтому она требует, чтобы к ним относились как к людям. Она платит поштучно. Это же полнейшее безумие. Да, она очень щедра. Независимо от того, принесла ли она конорейку или привела собаку-овчарку, она платит абсолютно одинаковую сумму с носа, так сказать. Поэтому мы были так счастливы в последнее время, когда она увлеклась сиамскими неразлучниками. Кем? У неё всего 10 штук, а на днях она ждёт приплода. Кошками? Сиамскими кошками? Конечно! Не могла же ты подумать, что речь идёт о сиамских близнецах. Кошками? Каким ледяным голосом вы говорите о кошках? Вы не любите кошек, Фрекенбаки? Где моя сумка? Где моя сумка? Висит у вас на плече. Милочка, ну не собираетесь ли вы уходить? Ты уже уходишь? Да, я ухожу, представь себе. Ну, Лиза, мы же хотели как-то посидеть. Нечего и надеяться, чтобы ты помнил хоть о чём-нибудь, что касается меня. У тебя голова полна драконами, неграми, золотыми рыбками и кошками. Господи, Борь, ну ты же... Иначе бы ты понял, что убить меня или напустить на меня десяток кошек – это одно и то же. Не далее, как вчера. Я рассказывала тебе, что смертельно заболеваю, если войду в комнату, через которую прошла кошка. Молчи! Это самое большое доказательство того, что ты эгоист с головы до ног. Что ты, в сущности, ничуть обо мне не думаешь. Очень жаль, очень жаль. Фрекенбаки, вы ошибаетесь. Мой муж очень увлечён вами, и я это знаю. Молчите! Вы всё время только темой занимались, что лили воду на свою мельницу, сбивали его с толку, настраивали нас друг против друга. Вы несправедливы. Нет, нет, нет. Мы так хорошо беседовали втроём. Налей тебе ещё, Лизавет. Мы же можем остаться друзьями. Втроём. Втроём. Да, тебя это, конечно, вполне устраивает, но не меня. Если ты действительно любишь меня. Уверяю себя. Нет, нет, нет. Уверения не помогут, Арвид. Здесь нужны доказательства. А они у меня. У тебя? У вас. Да уж поистине приводить доказательства – это ваше дело. Так вот, сейчас я вам расскажу то, что ни одна душа не знает. Арвид думает, что никто об этом не подозревает. О чём? Как-то раз я вхожу в ванную и обнаруживаю, что он красит волосы. Эльна! И я поняла, что он питает к вам очень серьёзное чувство. Если пожилой человек доходит до того, что пытается улучшить свою внешность, чтобы нравиться женщине, то это не просто флирт, это уже серьёзно. Эльна! Вы знаете, это меня так взволновало, что я подумала, он должен быть с этой женщиной. Кто бы она ни была, должен обязательно. Нет, минуточку. Ты красишь волосы, Арвид? Как ты могла такое обо мне подумать, а? Арвид, ты красишь волосы? Да, чёрт возьми, да. Крашу волосы, черню ресницы. Какой? И покрываю ногти на ногах красным лаком, как некоторые другие. А по воскресеньям нацепляю на уши серьги, ты довольна? Боже мой, Арвид, Арвид, но нам было так приятно вместе. Приятно. Спасибо за вино. Всего хорошего, фру Винга. Рада была с вами познакомиться. Вы рассказываете о так много интересного, но мне пора. Да, и я тебя не задерживаю. Хотя ты уходишь. В самом деле, Лизбет. Можете это записать, господин Винга, я ухожу. Я и так слишком много времени потратила на вас и на ваш постоянный столик в кафе. Желаю вам удачи с вашими питомцами, со всеми десятью. Прощайте. Слава Богу. Да. Она ушла. Слава Богу, что ты согласилась прийти сюда и помочь мне. Спасибо тебе. Не за что. Ну, делала ты это прекрасно. Но это в последний раз. Запомни. Конечно, конечно. Как прекрасно ты это делала. Ты знаешь, я в конце концов поверил во все твои истории, Эльна. Как это ты их придумываешь? Стоит только начать. А там слова идут одно за другим. Что бы я делал без тебя, Эльна? А теперь я выпью чашечку чая. У меня во рту перезохло. Хаук. Слушаюсь. Хаук. Чашку чая и еще раз коньяк с сельдерской. И побыстрее. Сейчас. Чай с лимоном, коньяк с сельдерской. Как всегда, господин Пинги. Да, да, да. Одну минуточку. Субтитры создавал DimaTorzok